Всем привет! Меня зовут Светлана. Добро пожаловать на мой канал, где я рассказываю и делюсь хитростьями, которые помогут в изучении английского языка. Английский не такой страшный, как его рисуют. Я расскажу, как начать, продолжить и в итоге заговорить на варварском языке. Как просто и эффективно можно его выучить и использовать в реальной жизни. Покажу полезные времена, выражения, клише и крылатые выражения, которые можно использовать везде и всегда. Подписывайтесь на канал, тут будет много интересного и неожиданного. Сегодня будет необычное видео. Все говорят, что в 20-м году о том, что радуга это не просто природное явление, а это нечто провокационное, выходящее за рамки приличия. Но я как-то баба-яга... А баба-яга против! Против этого. Я считаю, что радуга это прекрасное природное явление, чудо, которое можно наблюдать каждый раз после дождя и не только. Я расскажу в нескольких интересных фактах о разных радугах и покажу, как нужно делать перевод текста интересные факты о радуге с русского на английский. Переводить будем предложение за предложением. Как можно и нужно работать с фразовыми глаголами и устойчивыми выражениями, это я тоже покажу. Все ссылки на ресурсы с русским языком я оставлю в описании или в закрепленном комментарии. Итак, let's dive into this video. Статья начинается с заголовка «Интересные факты о радуге». Важное замечание. Название статьи всегда переводится в последнюю очередь после прочтения и осознания всего текста. Поэтому иногда из названия не всегда ясно, о чем будет статья. Или если мы говорим о фильме, то фильм, если перевод названия был сделан до того, как ознакомились со всем текстом или фильмом. Поэтому перевод названия статьи будет в конце видео. Итак, смотрим на первый абзац. Первый абзац звучит следующим образом. Кто не любит смотреть на невероятное природное явление – радугу? В детстве она напоминает нечто сказочное и нереальное. И ты наивно бежишь, чтобы найти начало радуги и взобраться на нее. Когда вырастаешь, конечно, понимаешь, что это нереально. Но все равно не можешь оторвать свой взор от этой красоты. Итак, смотрим на первое предложение. Кто не любит смотреть на невероятно природное явление – радугу? Это можно перевести следующим образом. Don't you just love watching rainbows? Здесь можно использовать так называемый tag question – вопрос «хвостик» для усиления эмоциональной окраски предложения. Не смотри это видео до конца, и там будет ссылочка на видео, где я рассказываю про вопросы «хвостики». Идем к следующему предложению. В детстве она напоминает нечто сказочное и нереальное. И ты наивно бежишь, чтобы найти начало радуги и взобраться на нее. Предложение может звучать следующим образом. Especially when you are a kid, you are mesmerized by a rainbow's natural beauty. You rush towards it, hoping to find a way to climb up and slide down. В данном случае можно разбить русское предложение на два английских. Длинные предложения на английском трудны для восприятия. Лучше их стилистически разделить на два или более, если позволяет смысл предложения на исходном языке. Здесь я немножко добавила и расширила смысл, сказав, что мы бежим к радуге, чтобы на нее взобраться и скатиться. То бишь, использовать ее как коку. Следующее предложение. Когда вырастаешь, конечно, понимаешь, что это нереально, но все равно не можешь оторвать свой взор от этой красоты. Предложение может звучать следующим образом. В данном случае, опять же, я разделила предложение на три предложения. И немножечко расширила смысл, что, в принципе, для передачи смысла при переводе с русского на английский позволяется, если не сильно изменяется смысл изначального предложения. Следующая фраза в тексте. Итак, что же интересного нам известно о радуге? Фраза может звучать следующим образом. В русском языке это предложение зайдет как вопрос, а в английском языке можно убрать вопрос и перефразировать, просто сказав, интересные факты о радуге, то бишь, что же интересного нам известно о радуге. Убираем вопрос при переводе, но смысл остается. Идем дальше. Каждая капля воды, падающая с неба, для радуги работает как призма, которая рассеивает свет на волны разной длины. Что и воспринимается человеческим глазом, как разноцветная радуга. Мало кто знает, что в радуге более чем миллионы цветов. Но человеческий глаз просто не в состоянии всех их увидеть. Английский вариант может звучать следующим образом. When it is raining, each drop is like a small glass. A sunbeam is split into different wavelengths when it goes through each and every drop of rain. That is why we can see different colors. There are more than one million colors, however, humans can see only seven. В данном случае я в конце изменила понимание, что человеческий глаз просто не в состоянии их всех увидеть, имея в виду миллион цветов, и добавила смысл, что человек, когда смотрит на радугу, видит все-таки семь цветов. Этого в русском тексте нет, но по смыслу эту фразу можно добавить, и смысл не поменяется, потому что мы говорим о радуге, а в радуге семь цветов. Так, идем дальше. Следующее предложение. Радуга – достаточно редкое явление, потому что для того, чтобы она возникла на небе, нужно, чтобы на небосводе угловое положение Солнца не было больше 42 градусов. Фраза на английском может звучать следующим образом. Там, в случае, я разбила русское предложение на три английских предложения, и буквально описала процесс. Это сделано для того, чтобы облегчить понимание, потому что в английском языке очень длинные предложения тяжело воспринимать. Поэтому при переводе допускается разбить русское предложение на несколько предложений в английском переводе, чтобы сохранить смысл. В данном случае я добавила при описании условия для того, чтобы была радуга, добавила дождь, поскольку радуга бывает, естественно, после дождя. Это не мешает смыслу, и небольшое расширение позволяет проще и плавнее плести в конву текста положение Солнца и свойство, которое должно быть у Солнца, то бишь его положение в 42 градуса. Идем далее. Следующее предложение. Крайне редкое явление – перевернутая радуга. Да, это возможно. Если перистые тонкие облака залетят на высоту 7-8 километров, и при этом свет Солнца на них должен падать под строго нужным углом, такой радуги, так сказать, вверх тормашками, а цветовая гамма тоже перевернута. Итак, английский вариант может звучать следующим образом. An upturned rainbow is a much rare phenomenon. Yep, and it is not a joke. Rainbows can be seen upside down. Several strict weather conditions must be met to make an upturned rainbow possible, such as serious shallow cloud must be at a height of 7 or 8 kilometers, and the sunbeam must be at a certain angle with them. В данном случае я разбила русское предложение, русский абзац на 5 английских предложений. Опять же, это помогает проще воспринимать текст. Он логически связанный, предложения короткие, информативные и позволяют не потерять смысл и суть, которую хочет передать автор. Идем далее. Следующий абзац. Обывает и огненная радуга. Она возникает, когда движение на огромной высоте перестых облаков состоит не из водных капель, а из ледяных кристаллов. Это приводит к необыкновенной игре света и создает огромную огненную радугу. Чем ближе находится наблюдатель к земным полюсам, тем меньше шансов увидеть необыкновенную огненную радугу. В зимнее время эти шансы сводятся к нулю. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть на английском языке. Идем India, drapan разница этой широковой широтой света островской дороги и англии. Еще есть осащая COMP Продолжение следует... Продолжение следует... А вот про зиму, мне кажется, это полезная информация, потому что есть информация о кристаллах, что облака должны состоять не из воды, а из кристаллов, и что зимой это очень трудно увидеть и довольно-таки тяжело с физической точки зрения сделать. Хотя, вот как вам кажется, стоит убирать предложение про нахождение близко к земным полюсам или нет? Пишите в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Итак, идем дальше. Следующий абзац. На всякий случай, если вы никак не можете запомнить порядок классических цветов радуги, заучите детский стишок. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Слова начинаются с первой буквы каждого цвета радуги, то бишь каждый красный охотник, оранжевый, желтый, желает знать зеленый, где голубой, сидит синий, фазан фиолетовый. В английском языке тоже есть своя считалочка, и она отличается от нашей, поэтому английское предложение будет звучать следующим образом. А здесь, смотрите, каждое слово в считалочке начинается с той буквы английского алфавита, на которой начинается цвет. То есть Richard, red, красный, of, это orange, оранжевый, york, yellow, желтый, games, green, зеленый, battles, big, blue, голубой, in, indigo, синий, vein, violet, фиолетовый. Итак, мы дошли до конца статьи. Теперь можно предположить, как можно назвать нашу с вами статью. Интересные факты о радуге. Название можно перевести Interesting facts about rainbows. В принципе, такое название соответствует тому, что говорится в статье. Или же A few facts about rainbows. Тоже можно сделать Некую перестановку и сказать неинтересные факты, а несколько фактов о радуге. Или же можно сказать A few interesting facts about rainbows. И смотрите, в русском языке мы говорим о радуге в единственном числе, а в английском языке можно сказать о множественном числе. Это смысл не мешает, но по звучанию в английском языке данный вариант более приятен. Что ж, спасибо, что досмотрели до этого места. А сейчас для любознательных и кто готов досмотреть видео до конца и добраться до ссылочки на хвостовые вопросы, то есть tag questions, у меня есть немного любопытных фактов о радуге. Давайте я вам сейчас расскажу. Радуга – это атмосферное, оптическое и метеорологическое явление, наблюдаемое при освещении ярким источником света, природе Солнцем или Луной. Да-да, Луной, и я об этом не расскажу чуть дальше. Множество водных капель, дождя или туманов. Давайте разберем, какие же бывают радуги. Первичная радуга. Вид радуги образованный в результате одного отражения света. Как мы уже знаем, радуга возникает в результате многократного внутреннего отражения света в капельках воды. Чем больше отражений испытала луч света, тем меньше в нем энергия. Поэтому самой яркой является радуга, образованной из лучей, испытывающих только одно отражение. Это так называемая первичная радуга с угловым радиусом 42 градуса. Поле радуга. Вид радуги образованный в результате многократного отражения луча света в капельках воды. Нередко вид первой или первичной радугой мы наблюдаем и вторую, так называемую, побочную или вторичную радугу с угловым радиусом 52 градуса. Вместе эти радуги образуют полирадугу или множественную радугу. Когда Солнце достигает высоты в 42 градуса, первичная радуга перестает быть видна. А при достижении Солнца высоты в 52 градуса исчезает и побочная. Первичная радуга образуется в результате однократного отражения луча света в капле воды. Побочная же радуга – продукт двукратного отражения. Каждое отражение в капле переворачивает луч, поэтому цвета во вторичной радуге расположены в обратном порядке. То есть внешняя полоса фиолетовая, а внутренняя – красная. Иногда можно наблюдать и третью радугу, угловой радиус 60 градусов и даже четвертую и пятую, но это уже крайне редкое оптическое явление в атмосфере. Полоса Александра не является видом радуги, но изучается при прохождении темы виды радуги. Полоса Александра – это полоса неба, находящаяся между первичной и вторичной радугой. Своё название получила по имени философа Александра Афредисийского, впервые описавшего её в 200 году н.э. Полоса Александра выглядит темнее, чем окружающее небо. Для объяснения этого явления вспомним рисунок, изображающий луч Декарта. Как мы помним, лучи, испытывающие однократное отражение, освещают небо под первичной радугой, выходя из капли под углом к Солнцу не более 42,1 градуса. В результате же двукратного отражения лучи из капли выходят уже под углом больше 50,9 градусов, освещая небо над вторичной радугой. Но есть та область неба, которая лежит между 42,1 и 59 градусами, не освещается ни при первичной, ни при вторичной радугах. Так и получается, что полоса Александра, шириной около 9 градусов, является более тёмной, чем остальное небо. Лунная радуга. Вид радуги, образованный лунными лучами. Наблюдать радугу можно и только днём, но и ночью. В этом случае в каплях дождя переломляются уже не солнечные лучи, а лунные. Лунная радуга ничем не отличается от солнечной, разве только яркостью. Человеческому глазу, в силу особенностей своего строения, лунная радуга чаще всего видна как белая. Но на снимках с длительной экспозицией можно получить и цвета. Так же, как и солнечная радуга, лунная радуга появляется на стороне противоположной луне. Причём ночное светило должно быть как можно ниже над горизонтом. Лунная радуга появляется только в ночи, когда луна особенно яркая, а именно в полнолунии и ночи близкие к нему. То есть, чтобы появилась лунная радуга, нужно, чтобы выполнялись три условия. Первое – это полнолуния. Второе – восход или заход луны. Третье – дождь в противоположной от луны стороне небосвода. Понятно, что все эти условия одновременно выполнить практически невозможно или получается нечасто. Поэтому и лунная радуга – это очень редкое оптическое явление в атмосфере. Красная радуга – вид радуги, образующейся на закате Солнца. Если радуга появляется на закате Солнца, то наблюдается такое явление, как красная радуга. Она иногда бывает необычно яркой и видна даже после захода Солнца. Почему же закатная радуга красного цвета? Лучи Солнца проходят через толщу атмосферы, рассеиваются. Причем интенсивность рассеяния лучей разного цвета не одинакова. Например, более короткие синие волны рассеиваются в 16 раз интенсивнее красных. Поэтому днем небо голубое. На закате же лучи Солнца проходят долгий путь в атмосфере. И более короткие лучи рассеиваются по дороге. До нас доходят только длинные волны желтых, красных и оранжевых оттенков. Они и формируют в атмосфере оптическое явление – красную радугу. Радуга на росе – бит радуги, образующейся в каплях росы. Иногда ранним утром, сразу после восхода Солнца, можно наблюдать радугу на росе. Механизм образования у нее такой же, как и у обычной радуги. Однако форму радуга на росе имеет не круговую, а гиперболическую, что является характерной особенностью этого необычного вида радуги. Наблюдается он крайне редко, но представляет собой незабываемое зрелище. Сдвоенная радуга – вид радуги, образованный в разных размерах каплях дождя. Сдвоенная радуга – это две радужные дуги, начинающиеся в одной точке. Она может возникнуть, когда идет дождь, смешанного типа, из больших и малых капель. Большие капли под собственным весом сплющиваются, малые остаются прежней формы. Эти два типа капель и образуют две пересекающиеся в начальной точке радуги. Радуга-колесо. Вид радуги, образующийся при сильном дожде. Радуга-колесо – это приживистая радуга. Темные участки возникают, когда идет слишком сильный дождь, не позволяющий свету радуги дойти до глаз наблюдателя. Также в образовании разрывов могут участвовать темные тучи. В итоге получается радуга, по внешнему виду схожая с колесом телеги. А если еще тучи при этом быстро движутся, то возникает иллюзия движения колеса. Туманная радуга. Вид радуги, образующийся в каплях тумана. Туманную радугу еще называют белой радугой или туманной дугой. Она представляет собой широкую белую дугу, иногда слабо окрашенную по краям. Внешняя сторона может быть окрашена в фиолетовый цвет, а внутренняя – в оранжевый. Образуется белая радуга в очень мелких капельках тумана радиусом не более 25 мкм. Природа белой радуги отличается тем, что формирующие эту радугу капли намного меньше капель, образующих обычную радугу. Белый цвет радуги связан с явлением дифракции света в каплях воды. Чем меньше радиус капель, тем сильнее влияние дифракции. Дифракция, говоря простыми словами, это соединение световых пучков разного цвета в один белый. То есть, если в крупных каплях свет расслагается на соответствующие и образует обычную радугу, то в мелких наоборот, сливается в один и формирует туманную радугу. Итак, на сегодня это всё. Мы с вами разобрали, как можно перевести статью «Интересные факты о радуге». Я поделилась с вами информацией, какие бывают типы радуг. Пишите в комментариях, какая твоя самая любимая радуга, какие радуги ты видел, а какие нет. Может быть, какие-то хочешь увидеть, пиши в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь на канал. Если это видео наберет 20 лайков и комментариев, то я сделаю новое видео с вашими вариантами. Может быть, расскажу про твою любимую радугу более подробно. Ещё раз подписывайся на канал, ставь лайк, бей в колокольчик, чтобы не пропустить что-то новое и интересное. И увидимся в новом видео. Пока-пока! А Баба Яга против!